Ты знаешь, какая самая страшная в Российской Федерации организация? Какая? Роспотребнадзор. Ее боятся абсолютно все. Я уверен, что тот вкусный напиток, который приготовил Артем, наверняка бы забраковали. Я так не думаю. Но давай лучше в этом убедимся. Согласен. На личном опыте, потому что у нас в гостях уже находится Виктория Воронова, начальник отдела защиты потребителей Роспотребнадзора Крыма. У нее-то мы как раз таки и узнаем, можно ли нарушить нормы, если приготовить эти продукты дома. А вообще, какие нормы нарушаются сегодня, когда мы заходим в магазин? Я знаю, что очень многие нормы вновь утвердили. И давай тоже поинтересуемся об этом. Да. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Виктор. Доброе утро. Ну вот расскажите, пожалуйста, мы недавно рассказывали о том, что у нас были введены некоторые совершенно новые для нас нормы. Например, это маркировка продуктов, да, и что теперь на полках все должно быть четко расставлено. Хотелось бы, чтобы вы это прокомментировали и рассказали. Как это понимать? Маркировка продуктов давно введена действиями различных технических регламентов на определенные виды продукции. Но всегда ли это применялось? Это применялось всегда с момента действия технических регламентов. В настоящий момент то, что вы говорите о правильной расстановке продукции, это тоже применяется к отдельным видам продукции. С 1 июля этого года вступила в действие норма, которая определяет для всех субъектов хозяйственной деятельности, кто реализует молочную продукцию, отдельно размещать молочную, молочно-составную и молокосодержащую продукцию от иных видов молочной продукции, которые производятся заменителями молочного жира, растительными жирами и иными жирами. Также необходимо в месте выкладки такой продукции, а именно молоко, молочно-составной и молокосодержащей продукции, размещать информационную надпись «Продукты без заменителя молочного жира». Это позволяет нашим потребителям четко разграничивать эту продукцию заменителем и без заменителя молочного жира. И, конечно, понимать, что та продукция, которая заменителя молочного жира, она будет стоить немного дешевле, та, которая именно конкретно с молочными жирами, она будет стоить немного дороже. А ценники при этом будут отличаться, например, по цвету? Да, есть рекомендации, которые изданы совместным приказом Минпромторга Российской Федерации и Роспотребнадзором, где позволяется выделение такой продукции ценниками. Но не надо забывать, что есть четко нормативно-правовый акт, это правило продажи отдельных видов товаров номер 55, где в пункте 33.1 указано, что такая продукция должна визуально быть разделима, как это будет сделано, это сугубо прегрогатива уже субъекта хозяйственной деятельности. Мы рекомендуем все-таки это делать на отдельных полках, дабы не смешивать этот вид продукции, потому что даже если она выделена ценниками, рекомендации носят сугубо рекомендательный характер, они не нормативно-правовой акт. И обязательно должна быть на выкладке, то есть на этой полке, где размещена натуральная продукция без заменителя растительного жира, обязательно должна быть хорошо читаемая визуальная надпись «Продукты без заменителя молочного жира». Мы сейчас проводим проверки всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют оборот молочной продукции. В настоящий момент уже 5% от этих субъектов, а их более 5,5 тысяч, проверено. И, к сожалению, позволяет сделать вывод о том, что не все субъекты, 80% из проверенных допускают нарушения. То есть трактуют по-своему закон и размещают, просто отделяют это ценниками, нигде не размещают такую информационную надпись, о которой я сказала. И просто-напросто в другую информационную надпись «Продукты с заменителем молочного жира». Ну, это неверная трактовка закона, то есть это должно быть именно так, как указано в правилах. Но это теперь будет наказываться рублем? И как? Да, естественно, проходят проверки. Если выявляются такие нарушения, составляются административные протоколы на юридических лиц и на индивидуальных предпринимателей, сумма штрафа варьируется от 1000 до 3 на индивидуальных предпринимателей и на должностных лиц и на юридических лиц от 10 тысяч до 30 тысяч. А эти правила, они касаются только молочной продукции? Да, эти правила касаются только молочной продукции. Удобно зайти в магазин, видеть, что натуральное, а что все-таки добавлено. Да, но мне кажется, это все-таки сделано как эксперимент на молочной продукции. То есть это обязательное требование. В любом случае их все должны выполнять, но пока это экспериментируется на молочной. Далее, возможно, это будет и на других видах продукции. Просто все мы знаем, что часто в молочной продукции действительно используются какие-то жиробые добавки немолочного происхождения. Это позволяет удешевить сам товар, но люди не всегда читают состав. Вот это возвращаемся к маркировке. Что такое маркировка? Это та информация, которая нанесена на продукте. Это производители, дать и производство составе и так далее и тому подобное. Это и есть маркировка продукции. Она, к сожалению, не на всех продуктах указана, скажем так, разборчиво, где-то мелким почерком. Я знаю, что для удобства потребителей даже в некоторых наших крупных магазинах есть такие специальные лупы, которые можно попросить. Я никогда такого не встречала. Да, есть торговые сети, особенно большие, действительно есть. Это очень удобно, действительно, что человек может посмотреть, из какой продукции, из какого вида, что произведено. По поводу маркировки еще. Действительно, также с 1 июля у нас обязательная маркировка табака используется в Российской Федерации. До этого, с 1 марта, обязательная маркировка лекарственных средств. Также с 1 июля обязательная маркировка обуви. С 1 декабря будут дополнены еще виды продукции. Это будет и одежда, это будет другая продукция, которая также нами в обиходе вся используется. Что такое маркировка? То есть, как мы уже поняли, как я уже сказала, что обязательно должно быть состав продукции, из чего произведено, когда произведено, сроки годности, если устанавливаются гарантийные сроки, производитель и так далее и тому подобное. Но еще дополнительно есть цифровая маркировка, она наносится штрихом DataMatrix, это такой квадратный штрих с квадратиками, есть у нас приложение «Честный знак», его можно скачать, подвести к этому квадратику свой телефон, смартфон, его отсканировать и узнать, откуда эта продукция. То есть, действительно, она завезена легально, либо, возможно, ее в этой базе нет, это единая информационная база. Обязательно они маркировались. А сейчас и обувь, и любая другая одежда будет? Нет, любая другая одежда, это с 1 декабря будет у нас маркироваться, сейчас это табак, кроме меховых изделий из натурального меха, который действительно сначала проводился в 2016 году, эксперимент, далее это уже перешло на обязательный порядок, теперь это лекарственные средства, это табак, это обувь. Далее будут добавляться другие виды продукции. Большое вам спасибо за интересный рассказ, я думаю, что польза вашего диалога, нашего диалога, действительно большая, потому что люди не всегда знают, что же они потребляют. В гостях нашей студии Виктория Воронова, начальника отдела защиты потребителей Роспотребнадзора Республики Крым. Спасибо большое, ну а мы продолжаем наш эфир и предлагаем посмотреть очередную рубрику под названием «Хронограф».